Певец-шаман обзавелся поклонницами по всей России. Женщины среднего возраста собирают в соцсетях фан-группы, посвящают артисту-патриоту стихотворения, дружно фотографируются на фоне плакатов и восхваляют шамана, как Стаса Михайлова. Как шаман стал новым Стасом Михайловым. Известность к российскому певцу-шаману пришла в 2022 году с выпуском патриотических песен «Встанем, и я, русский». Артист обзавелся фанатами по всей стране, которые посещают его концерты, коллекционируют снимки с шаманом и создают тематические группы во Вконтакте и Телеграме. Основная аудитория шамана – женщины среднего возраста. Поклонницы фотографируются на фоне плакатов с шаманом и приходят к нему на съемки ТВ-шоу, например, «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Фанатки делятся впечатлениями после выступлений шамана. В эмоциональных постах женщины рассказывают путешествии в невероятную страну, шаманию и часах счастья. Как шаман вдохновляет своих поклонниц на творчество. Пользовательницы сети посвящают шаману собственноручно нарисованные портреты и пишут стихотворения. Авторы поэтических строк благодарят шамана за пробуждение патриотического духа. Некоторых поклонниц песни шамана заставили забыть о невзгодах и быте. Кажется, всего за год шаман сумел стать для слушательниц вторым Стасом Михайловым, который завоевал симпатию фанаток песнями о любви. Поклонницы ласково называют певца родным с большой буквы и ждут новых выступлений.